Возродить и сохранить. Под таким названием в Центральном государственном музее Алматы открылась выставка. В ней представлены отреставрированные музейные экспонаты, которые датируются 3, 4, 18 и 19 веками. О самых необычных расскажет Гульнара Умарбекова. Картины, акварельные рисунки, ценные документы и рукописи, археологические находки, оружие, ювелирные украшения. Всего на выставке представлено 916 отреставрированных экспонатов. Это только небольшая часть самой интересной работы последних трех лет. Они датируются 3, 4, 18, 19 веками. Музей-центр реставрации был открыт 28 лет назад. Специалисты работают в разных направлениях. Графика, керамика, мягкий инвентарь, дерево, кожа, кости, металл. Методы используются самые разные. К одним предметам щадящие, к другим, с осторожностью, говорят мастера, можно применить химикаты. У нас специальные реставрационные паспорта, где мы описываем состояние дореставрации, в каком состоянии, какие утраты, какие порывы, например, тот же документ. Все это фиксируется фотографом. Только после этого мы начинаем, приступаем к работе. Сама Шулпан занимается реставрацией картин. На выставке одна из ее работ. Восстановленное произведение художника Козлова под названием «Сапожники». Оно находилось в фонде музея. И как и когда туда попало, никто не может сказать. На картине только фамилия автора. Козлов, инициалы, ВВ. Она написана маслом, и больше никаких сведений нет. Даже даты написания. Процесс работы изображен. Очень интересный. И я обратила внимание, что сразу, что с правой стороны большой порыв. Что нельзя эту картину так оставлять. И на поверхности картины я заметила многочисленные осыпи. То есть картина уже... Нужна была помощь этой картине. Нужно реабилитировать. Точно так же, как медики спасают, да? Мы точно так же подходим к экспонатам. Мы должны не навредить. Есть, например, музей работы известного художника Николая Хлудова, на который 17 дырок от гвоздя. Кто это сделал, с чем это связано, уже не узнаешь. А восстановить работу надо. К сожалению, в Казахстане реставраторов не готовят ни одно учебное заведение. Те, кто все-таки избрал этот путь, в основном историки, археологи. Свою квалификацию они повышают в реставрационных центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Турции. И делятся полученными знаниями с коллегами со всех регионов Казахстана. Валерия Марбекова, Жанат Абдрахманов, Алматы. Абдрахманов, Алматы.